Девушки отдыхают И несерьезные вопросы Кто лучший по количеству передач и набранным очкам в Единой Лиге ВТБ? Конечно же, Алексей Швед Объясняем почему и вспоминаем лучшие моменты номер один И прямо сейчас все свежие новости о баскетболе в мире Перенос Олимпиады, завершение сезона Единой Лиги ВТБ И надежда Евролиги вернуться в игру Поехали! Если вы слышите этот голос, вы и есть сопротивление Я Никита Загдай и это студия «Вид сверху» Друзья, прямо сейчас моем руки, избегаем контактов, бережем себя И помним, мы все ждем, чтобы баскетбол вернется в нашу жизнь Важно понимать Чемпионат Единой Лиги ВТБ досрочно завершен Не аннулирован, не отменен Все сыгранные матчи в силе Но Кубок Белова в этом сезоне разыгран не будет На заочном голосовании Совета Лиги Было принято решение о досрочном прекращении Чемпионата Единой Лиги ВТБ Сезон 19-20 В этом году мы не будем объявлять чемпиона Единой Лиги ВТБ Команды сыграли неравное количество матчей Регулярный сезон не был завершен Стадия плей-офф не была сыграна И финальная стадия также не была сыграна Поэтому здесь был нарушен спортивный принцип Единая Лига ВТБ ждет, когда все вернется к мирной жизни И начинает подготовку к следующему сезону В Евролиге все еще надеются вернуться в чемпионат Но на практике, как это будет, никто не знает Чего мы точно лишились в этом году, так это Олимпиады Олимпийские игры перенесены на 2021 год И на этот же год был запланирован чемпионат Европы Куда сборная России пытается попасть Много вопросов, нет ответов Но что самое обидное, дебют 3 на 3 в Олимпийских играх Откладывается как минимум на год Спортсмены относятся с пониманием, выхода нет Я думаю, что все спортсмены в принципе готовились к этому решению Потому что во всем мире останавливают, приостанавливают различные чемпионаты И понятно, что это решение должно было быть Потому что, во-первых, спортсмены не смогут нормально подготовиться А если проводить Олимпиаду, где въезд только для спортсменов То есть не пускать болельщиков Я думаю, такой вариант никого не устраивает Тем более в истории Олимпийских игр уже было такое Что игры переносили по различным причинам По поводу планов, мы сами сейчас ничего не знаем Все сидят в неведении, насколько затянет этот карантин Насколько долго все это будет Поэтому мы просто занимаемся дома И ждем, когда нам что-нибудь скажут Тренировки у нас продолжаются дома Кто как может У кого на что фантазии хватит Поэтому поддерживаем себя в форме Ждем каких-то решений И готовимся еще год ждать Первые несколько дней было весело Когда у тебя непредвиденный отпуск Ты не знаешь, чем заняться И, естественно, наверное, все отдыхали Ничего не делали Сейчас нам прислали план тренировки, который можно делать дома Поэтому мы поддерживаем физическую форму Готовим всякие вкусняшки И ждем, когда будут новости о Олимпиаде Когда уже точно скажут В каких числах она будет Чтобы мы смогли придумать, продумать план подготовки к ней Проводите это время с пользой Общайтесь с родными Максимально звоните в скайп Поистайм все возможные способы Также занимайтесь, наверное, самообразованием Читайте книги Потому что это, наверное, такой момент Когда можно сделать шаг вперед в своем развитии Учите все возможные языки Слушайте музыку Открывайте для себя что-то новое Потому что когда вся эта болячка пройдет На это вы будет времени хватать У нас будет работа, тренировки У вас учеба, семейная жизнь и прочее Так что наслаждайтесь этим временем максимально Оставайтесь позитивными И берегите себя Друзья, набрались терпения Сидим дома, тренируемся дома И вспоминаем лучшие моменты прошлого сезона Все, что мы можем сейчас сделать Это самоизолироваться Беречь себя И пересматривать лучшие выпуски «Вида сверху» Привет, я Никита Загдай И это рубрика «Честная баскетбольная» В руках у меня баскетбольный мужской мяч Это ик-боллы Им играют мужчины в виде на лиге ВТБ Но сегодня речь пройдет про женский баскетбол Ксения Левченко, защитник сборной России Обещаешь говорить правду и только правду? Честная, баскетбольная Мы знаем, что ты красивая И красиво играешь Но на твоих матчах редко бывают аншлаги? Да, согласна, редко бывают Завидуешь мужчинам? Но у меня нет такой зависти Я все понимаю со стороны Я прихожу на мужской баскетбол смотреть И как они, говорю, двигаются Как у них все это происходит быстро Сверху, как они там мячи ставят Ну это просто красиво смотреть На женский баскетбол приходишь И я думаю, если я со стороны зрителей была Когда не получается команда Они начинают руки опускать Я думаю, может, если бы я была зрителем Я бы и второй раз не пришла бы на игры посмотреть Какой у тебя рост? 169 Да никто не поверит Баскетбол это для больших девочек, мальчиков Так всегда говорят Что для больших А потом начинают шутить Да ты, наверное, через ноги пролазишь и забиваешь Я говорю, да, именно так А было такое когда-нибудь? Не помню Нужно попробовать Но баскетбол играют для больших Почему ты выбрала эту игру? Ну, с самого начала Если брать, то В городе, где я родилась Я ходила на все виды спорта Которые только там есть Ну, есть более подходящие А ты выбираешь Там, ну, вид спорта Для которого ты вроде бы не подходишь И играешь с плодом Ну, я сама, можно сказать Так-то не выбирала его И говорю, я пошла на все Которые, возможно, были А потом со временем У меня времени на все не хватало Хорошо, баскетбол Это не только игра для больших Этот стереотип ты поборола Молодец Прям аплодисменты Но Это еще и контактный вид спорта Маленькая, хрупкая девочка Играет в баскетбол Там, где нужно играть Зубами Ногтями И локтями Ну, у меня все есть Ногти, зубы Локти Пользуешься? Пользуюсь Кого ты последний раз ударила? Ну, точно не вспомню Но я себе в обиду не даю В этом нет никаких сомнений Хорошо, что между нами дистанция Скажи, пожалуйста Сезон у вас завершен прямо сейчас Ну, буквально Недели не прошло Когда вы сыграли свой последний матч И отпуск начинается неожиданно рано Уже знаешь, что будешь делать? У нас не начинается отпуск Нам сказали, что три недели мы будем дома Ну, на карантине получается А после этого мы выходим тренироваться Тренируемся с 12 апреля И потом нас распускают Пока не сказали, насколько И потом опять отдых И опять к тренировкам возвращаемся У меня такой большой промежуток отдыха будет у нас Когда последний раз тебя спрашивали А в каком классе ты учишься? Мне спрашивают Спрашивают, сколько мне лет А недавно мне 17 лет дали Вот прям месяц назад А дети к тебе после матча подходят? Потому что А тамошку списать можно? Да нет, такого не делают Ну и знаете, что У меня всегда почему-то Ну вот в спорте Девочки, ну, хотя ходят мимо Они всегда здравствуйте говорят Никогда никто не говорит привет Ну, хотя они там младше Там, ну, три на четыре там года Все с уважением относятся Ты играешь в сборной, конечно, с уважением А ты из маленького города Тында Какое там население? 38 тысяч сейчас 38 тысяч человек Сколько там баскетбольных секций? В школе где-то две, наверное И из Дюшор Ну вот я в Дюшоре была В сборной всего 12 человек И шанс из Тынды попасть в сборную Это вообще невозможно Возможно Это же круто Это прям сенсация, вау Спартак, видно, тебя воспитал? Да А с 12 лет? Я в 12 уже приехала жить сюда А с 11 летать, играть начала Как родители отпустили тебя на другой край света? У меня бабушка, получается, в Киеве еще жила На то время, как я в Спартак поехала И они сказали, если тебе не понравится Мы тебя заберем по пути, когда будем ехать Это сколько путь? Да, очень долго был Сейчас еще поезда стали быстрее ходить А раньше там 6 суток Сейчас за 5 можно, я думаю, доехать То есть путь к мечте Неделя в поезде Нет, но я на самолете летала Да, я ездила до Благовещенска А с Благовещенска садилась на такси И ехала в аэропорт И там меня за руку брали стюардессы И вели на мое место Они сейчас готовы тебе, наверное, брать за руку? Да нет, сейчас не думаю Чей ребенок, чей ребенок? Ты самый быстрый игрок в России? Ой, я не знаю на самом деле Ну, самый скромный точно Возможно, но Карина Незамова тоже очень быстрая Но речь ведь про конкуренцию Да, доказывать место на площадке все верно То есть вы в сборной собираетесь И кто самый сильный, тот на площадке Сильные стороны игрока смотрят И тренер решает уже То есть ты должна быть быстрее, чем Карина? Быстрее остальных? Быстрее, умнее, например, в каких-то действиях быть Что ты делаешь лучше всех? Ну, мне нравится очень быстрый рейф организовать Я люблю быстрый баскетбол Мне очень нравится на одном месте стоять И заказывать комбинации И по 18 секунд крутить Я люблю с первой передачи решать Твой любимый баскетболист? Вообще, мне Бекки Хэмман очень нравилась Я когда в Спарту пришла, она там играла У меня даже размер ноги Ну, если, ну, USA, то пятерочка А у нее семерка была И она дала свои кроссовки, я их завязывала Но я в них тренировалась, она мне очень нравилась А это, подожди, пятерка, это сколько? Ну, 37 размеры у меня 37? Да Ну, как у Димы Я даже про нее говорю, у меня мурашки по коже Потому что она вообще невероятная была Бекки Хэмман Когда играла, да Крутая история, представляешь? Она американка Мы приезжаем на Олимпийские игры в Лондон Идем по улице И с кем-то из прохожих сговориваем, заблудились И Бекки, как носитель языка, она же американка И она заговаривает с прохожим И вот этот прохожий говорит А есть кто-нибудь среди вас, кто по-английски разговаривает? Она мне майку подписала Один раз Я уехала в сборную играть по детям 16 лет Мы жили в Спасском И они приезжали туда командой А мы в это время уехали И Анна Валерьевна мне говорит У нас для тебя подарок есть Я говорю, какой подарок? И она говорит, иди в комнату поднимись Я поднимаюсь И у меня на подушке лежит майка И она мне расписалась До сих пор там майка есть Бекки Хэммон крутая Американка получила российский паспорт Играла за сборную И в общем-то большая молодец А сейчас она тренер в мужской команде Сан-Антонио Спёрс Фантастика Фантастика Она первая женщина на тренерском мостике Она даже была главным тренером на матче Когда Грай Копович за ним мог Да, она вообще невероятная Представляете, голова какая у нее? Я хотел как раз об этом тебя спросить Но про Бекки Хэммон так и не вспомнил Илона Корстин завершила карьеру И руководит мужским баскетболом Светлана Набросимова Растит детей Завершила карьеру Шикарную карьеру И растит детей Маша Степанова Суперзвезда мирового баскетбола Занимается бизнесом Или Елена Баранова Которая тренирует детей Чей путь тебе ближе? Когда завершится моя карьера Но это не будет в ближайшее будущее То, конечно, мне хочется семью построить Когда ты дебютировала в сборной И что-то испытывала? Волнение Руки дрожали? Нет У меня как-то руки не дрожат У меня как будто внутри щекотит меня пером Как я вообще узнала, что я в сборную попаду Первый раз с Мышкиным Мы сидели кушали И он говорит Вот первая официальная игра будет А мы еще не знали, кто играть будет И он говорит Я хочу тебя поздравить Ты будешь в этом матче участвовать И он мне до игры сказал И, наверное, из-за того, что я кушала У меня это волнение, которое было Оно у меня прошло Конечно, не до конца Но прошло Потому что он заранее мне сказал Если бы он это в раздевалке Сказал при всех, что я буду участвовать Я думаю, что я бы вышла и по-другому Совсем бы играла Что у тебя было на обед в этот момент Когда ты узнал про дебют сборной? Я не помню, конечно же Ну, такой важный момент Ты закончишь карьеру, будешь книгу писать И не помнишь, что у тебя на обед было Да не помню Картошку я люблю Возможно, картошка была Не самая спортивная еда Да, не самая Но я очень люблю покушать Вообще разную еду Люблю открывать для себя что-то новое Сама люблю готовить Плюсы? Мы разбрались Их очень много Минусы? Минусы Конечно, минусы, как у каждого человека есть Например, что я никак не могу английский довести до того Чтобы начать нормально разговаривать на нем Я все время начинаю Что-то происходит, какие-то игры Меня это сбивает И я ухожу от этого Университет тоже Не так часто посещаю его Хотя я живу в Москве Могла бы почаще его посещать Чтобы меня хотя бы там видели А баскетбольные минусы? Ну, я Вспыльчо То, что Если у меня не получается Что-то На площадке Я могу Прийти К скамейке И некрасивый жест сделать Например, взять бутылку Вот так вот Кошмар Ужас какой Трэш-токинг В женском баскетболе Что? Трэш-токинг Ну, когда Ты играешь в баскетбол И не знаешь главное Что делают на площадке? Эй, каратышка, дай мяч Нет такого? Да есть Да малая меня иногда называют Ну Ну так, чтобы задеть Чтобы вывести из равновесия Чтобы А, нет, такого нету Серьезно? Ты открываешь глаза мне На женский баскетбол? Ну, я не знаю Может, со мной такого не случалось Может, с кем-то случалось С другим Ну, если меня выводят на это Я как-то Ну, ладно Типа Где лучше атмосфера? И в контексте того Чтобы следующий вопрос задать В клубе вы ведь чаще выигрываете Сборная никак не может добиться Никаких успехов И последняя Твоя игра в сборную Совпала с жутким провалом Мы без медалей Ну да И меня еще забили Когда я была на площадке Кошмар Мы этого не хотим На самом деле Мы так стараемся Чтобы выиграть игры Чтобы пройти дальше И такой результат Никого не устраивает Сборная вернется к медалям? Да, сто процентов Когда? В ближайшее время Я уверена в этом Давай это оптизировать Ну, сейчас, смотрите У нас Олимпиаду Мы пропускаем Сто процентов уже И есть у нас время Подготовиться к чемпионату Европы Следующего лета Я взял с тебя обещание И потом его За него нужно будет держать ответ Готова? Да Довольна? Да, вроде нормально Это похоже на прессинг? Ну, не очень На площадке сложнее? Ну, когда прессинговый, да Записано Спасибо Это рубрика «Я или он?» Которая обычно знакомит зрителей С игроками Единой Лиги ВТБ Но сегодня Особенный выпуск Мы разворачиваем камеру И задаем вопросы тем Кто всегда остается Вне кадра Надежда Перепечко Редактор Видосверху Игра за российского Баскетбольного Твиттера Знает всех игроков В том числе и тех Кто еще даже не начал Играть в баскетбол Марат Арасланов Объездил почти все Города Лиги И задает вопросы Игрокам до Во время И после матчей А еще он пристает К обычным людям На улицах И просит рассказать Про лучшую игру с мячом Девчонки привет А я ищу баскетбольный клуб Автодор Здесь играю в Саратове Не знаете где он находится? Нет Даже не слышали о таком? Нет Очень странно Говорят популярный клуб Это рубрика Она и она И сегодня мы говорим О Надежде Ивановне Перепечке Перепечко Надежда Ивановна Все знает И всегда И человек опыт Поэтому я Надежда Ивановна И просто я старше чем он Это кстати неправда Я старше тебя 7 октября 89 года А у меня 15 Моя 89 Так выяснили Что я еще молода Так кто тогда старше? Как выяснили Надежда Ивановна Более возрастная Даже несмотря на то Что она родилась позднее Но это же ничего Только астрономические Какие-то даты Надежда Ивановна Самая взрослая Опытная Вообще без вариантов Главное Хорошо сохраняется Кого чаще узнают На баскетбольных аренах? Надежда Ивановна Узнают на баскетбольных аренах На подходе вообще То есть за несколько километров Уже начинают Собачки вилять хвостом Охранники Разворачиваются И дрожат И игроки Не выходят из раздевалок Он заготовил этот ответ Кто чаще отправляется В командировки? О Ты говоришь ты? Нет Это неправда Потому что настоящие командировки Это Саратов Это Казань Это Краснодар Все что Не Краснодар И не Саратов Это не считается командировками Потому что командировки Это Какие командировки В последние Греция На матч ЦСКА Пантинайкос Я был в Саратове в этом году Кто придумал рубрику Баскетбольные смешные? Бесконечно можно смотреть На несколько вещей Как течет вода Как горит огонь И как твои партнеры Впервые в истории Побеждают ЦСКА В Москве Автор Воплотитель Я бы пытался сказать Но вот Мы хотели Хотели скрыть Я думал что это будет Как бы Просто никто не будет знать Но Надежда Ивановна Всем говорит Что это он снимает И так меня сдали Игрокам ЦСКА И теперь Семен Антонов Кстати Главный зритель Баскетбольных и смешных И Семен Спасибо большое Что ты смотришь И рецензируешь И даже Даешь Никите Курбанову Посмотрите Кто чаще появляется В кадре Я сказал что ты Потому что Ну ты все время Руку тянешь У тебя рука всегда в кадре Рука и полуха У меня по микрофону Прямо да Рука и полуха У меня обрезается А еще нос иногда У тебя волосы длиннее Они тоже там заскакивают иногда Ты смеешься все время в кадре Еще поэтому Ты прям Живешь в кадре Голос Голос Я за кадром Я так С одной стороны Игрок А я там Надежда Ивановна Наравне Нет Марат чаще в кадре Например в Саратове Ну это скрытая Камера была Скрытая камера была Я был инкогнито Меня все равно Никто не знал Нет Кто лучше Играет в баскетбол Ой Это длинная история На самом деле У меня есть Ты что Ты? А спасибо У меня нет шансов Это правда Потому что Когда-то Надежда Ивановна Рассказывала О своей баскетбольной карьере И один раз В Новогорске Я ее взял в команду И ну Мы там получили Что играли в одной команде Я думал Сейчас Надежда Ивановна И я там повредила ногу Да? Не только себе Повредила еще Судьбы других людей И психику Я думал Вот Надежда Ивановна Будет нашим Икс-фактором Там нужно было как раз Взять по одной девочке В команду И наши соперники Благодаря той девочке Которая игралась Они выиграли этот матч А мы проиграли Баскетбол не мое Ну чем ты говорила Что умеешь тогда играть? Чьи вопросы каверзные? Между Ивановной, конечно Я говорю, дрожат Люди дрожат Когда она только Входит в помещение А уж когда вопросы задают Это примерно Как со следователем общаться Какой у тебя Самый каверзный вопрос? Ты же все знаешь Паргар Каверзный вопрос? Однажды я задала вопрос Игроку Он не разговаривал Со мной год после этого Тел, привет Это твой шестой Финал четырех И шесть проигрышей Сколько еще Финалов четырех Ты можешь проиграть? Я думаю Это не правильная вопрос Сейчас Кто знает больше Баскетболистов? Я скажу так Некоторые баскетболисты И сами еще не знают Что они баскетболисты Она даже знает Тех баскетболистов Которые даже еще Не пошли в секции И они узнают Об этом только Через несколько лет А у Надежды Ивановны Уже на карандаше Они записаны И примерно История их накидана Для сюжета В следующем Ну просто Мне кажется Я больше смотрю баскетбола Марат больше играет А я больше смотрю Ты тоже играешь На нервах Твои? Не только Кто чаще спорит? С другой стороны Ты хочешь поспорить со мной О том, кто чаще спорит? Я, конечно, чаще спорю Нет, спорить бесполезно В принципе Не, бесполезно спорить Поэтому Поэтому я Я именно звал-то спором Просто когда Ты сейчас споришь со мной Или ты пытаешься поспорить со мной? Ответ очевиден Я Сезон Единой Лиги УТБ Завершен досрочно Лучшим снайпером чемпионата В третий раз подряд Стал защитник Химок Алексей Швет Он набирал в среднем Более 22 очков за игру Раздавал более 9 передач И делал это все Не теряя эффективности 31-летний защитник Не только лучший снайпер В истории Единой Лиги УТБ Но и в истории Химок По ходу сезона Швет отпраздновал солидный юбилей В начале марта Преодолел отметку В 5000 набранных очков В составе подмосковной команды Старания Шведа не прошли даром К моменту остановки сезона Химки шли на первом месте В таблице Единой Лиги УТБ Соотношение побед и поражений Впечатляет 18-1 Позади остался даже Бессменный чемпион Московский ЦСКА И чтобы не скучать На самоизоляции Предлагаем вам вспомнить Самые яркие моменты В исполнении звезды Подмосковной команды Поехали Швед опасен Не только с мячом в руках Не верите? Спросите Антона Панкрашова Он проспал бэкдор Шведу и был наказан Алексей взлетел Над паркетом И исполнил эффектный Слэм двумя руками Иногда швед включает режим спринтера Легко ушел от Валерия Лиходи И оказался один на один с кольцом Шикарный реверс-данк одной рукой Защитникам Уникса Оставалось наслаждаться полетом со стороны Фэрплей Тоже про шведа В концовке матча звезд Алексей мог принести команде Звезд России победу Но он намеренно смазал штрафные И подарил болельщикам захватывающий овертайм Жаль, звезды мира не оценили Великодушие шведа Сколько колец за сезон Пострадала от связки Шведу и Дэвина Букера Вот и наш хит-парад Был бы неполным Без их фирменного Алиупа Швед понимает партнера без слов Своевременный пас И мощнейшее завершение от Букера Кстати, швед ведь еще и лучший Ассистент сезона Более девяти передач В среднем за игру Другой частый адресат Джереми Эванс В матче с Автодором Швед исполнил Невероятную слепую передачу На Эванса Завершить Элиуп Для Джереми Дело техники Возвращаемся на матч звезд Швед развлекал фанатов Как умел А умеет он многое Вышел на рандеву с кольцом И сделал все с выдумкой Набросил себе от щита И играючи забил сверху Это ведь считается за ассист? Швед настолько хорош Что и одноглубников делает лучше Вы только посмотрите Шикарный пас Не глядя на Дэвина Букера Американец так удивился Что продолжил комбинацию А точку в ней поставил Энтони Гил Подмосковный шоу-тайм Швед не любит долго запрягать В первой же атаке матча Скалевым выдал пас конфет Куна Энтони Гила Передача за спиной Да пожалуйста Гил не подвел И завершил атаку Эффектным слэмом С сопротивлением Похоже для шведа Нет ничего невозможного Валерий Лихадей Сделал все Чтобы остановить звезду Химок Но иногда И этого недостаточно Швед бросил по кольцу С отрицательного угла И все равно попал Вот что значит прирожденный снайпер Швед представляет угрозу И на дуге И под кольцом Попробуй такого издержать В этом моменте Защитник Химок Одним движением Обыграл Никиту Михайловского И вкулотил сверху Через Айзея Хиггса Энд Ван Один из лучших данков сезона И на этом все друзья Баскетбол даже на паузе Остается лучшей игрой Смещен на планете Земля Увидимся через неделю Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok